Особое мнение на 101FM 13.06 на часах в эфире программы Особое мнение Меня зовут Оксана Ковтюменко, приветствую всех радиослушателей и приветствую гостей нашей студии Сегодня это главный редактор газеты «Вянский наблюдатель» Юлия Шевцова Юлия, привет! Добрый день! Добрый день, да! Я напомню всем нашим радиослушателям, что на нашем сайте хакирова.ру идет прямая трансляция эфира, как аудио, так и видео Нас можем видеть в студии, более того, можно с нами общаться, задать Юле вопрос на главной странице Пока Юле вопросов нет, но, возможно, в течение эфира появится Ну что, я предлагаю начать Повестка дня, как всегда, у нас полная и актуальная, но есть с тобой, что обсудить И первая тема – несколько резонансных уголовных дел Ну, как резонансных, будем считать, как журналисты мы их резонансными На прошлой неделе и на этой неделе привлекли внимание только журналистов, но и общественности И одно из них – это вот колонное дело против уже экс-главы Департамента культуры Павла Сырцева Я напомню нашим радиослушателям, что по версии следствия Павел Сырцев подозревается, еще будучи в должности главы Департамента культуры В том, что он принимал участие в управлении двумя коммерческими организациями, которые осуществляли предпринимательскую деятельность И предоставлял им, так называемое, покровительство Веткин наблюдатель, если я не ошибаюсь, одним из первых связал отставку Павла Николаевича с поста вот с этим уголовным преследованием Насколько это верно? И есть ли что еще нам рассказать и пояснить? Ну, дело, конечно, было неожиданным на Павла Николаевича И я думаю, что уровень следственных органов, уровень правоохранительных органов, которые сегодня работают в области Позволяет сказать, что никто не застрахован и что совершенно неожиданно вот такие фамилии могут всплыть Вовремя ушел Павел Сырцев в соц. должности Конечно, зная работу следственных органов, конечно, интереснее брать действующих Ну вот да То есть почему еще у многих там вопрос, такое не вопрос, а некое удивление возникает Что вроде бы его там по объективному, как кажется, обстоятельствам Павел Николаевич покинул пост И вот, здравствуйте Здравствуйте, дело, да Ну, видимо, как-то удалось узнать, может быть, хотя Павел Николаевич сейчас на Кипре И он говорит о том, что он вообще не в курсе и знать не знал Ну, собственно, я думаю, по приезду там дальше будут уже работать следственные органы Конечно, статья предполагает реальный срок То есть это достаточно серьезная статья, по которой можно не отделаться условным наказанием Ну, судить, как бы, я Павел Николаевич очень хорошо знаю лично И судить о его кандидатуре, как главы департамента, он мог бы стать и министром Еще бы чуть-чуть Ввиду, посмотрите Я думаю, он больше бизнесмен, конечно, мое мнение И у нас на сайте писали комментарии, что это больше человек из бизнеса Конечно, в принципе, департамент культуры должен возглавлять человек Который все равно, как-то, тем не менее, больше относится к культуре Потому что, ну, мы знаем, у Павла Николаевича успешный бизнес Много лет ведется это и типография Кто-то, кстати, связывает это уголовное дело Что вроде как был заказ Что конкуренты, которые боролись за то, чтобы отстоять помещение, которое выкупили Вот как раз областная типография выкупила Это какой-то заказ Ну, я бы не стала связывать с заказом Я думаю, что здесь именно следственные органы начали копать Только из-за того, что бизнесмен возглавляет департамент культуры Хотя эта деятельность предполагает все-таки какого-то более человека близкого А именно к культурным мероприятиям, нежели к бизнесу Ну, как дальше будет развиваться дело Посмотрим, конечно, не желаю Павлу Николаевичу реального срока Но вот уровень наших следственных органов Он настолько сегодня масштабен Настолько они работают Что любой чиновник должен знать и опасаться каких-то мероприятий, связанных с его бизнесом Чтобы не задевалась деятельность, которая касается его как чиновника и как бизнесмена Ну, смотри, я все-таки вернусь к материалу Который у вас несколько... Какое-то время висел на главной странице И, собственно, сейчас он один из самых просматриваемых Вот дело Павла Сырцева стало известно вероятной причиной отставки То есть, так или иначе, редакция наблюдателя и в твоем лице Вы связываете, что, возможно, сам Павел Николаевич Либо при согласии, при поддержке своего непосредственного руководства Покинул пост, зная, что будут какие-то оперативные расследования Что есть это уголовное дело Конечно, мы можем это предполагать И для любого крупного чиновника Если на него заводится уголовное дело Есть какие-то следственные мероприятия Если я буду говорить сейчас не со стороны следственных органов А как раз вот со стороны чиновника Да, для него самое верное решение вовремя уйти Как у нас когда-то ушел с поста главы администрации Дмитрий Драм Вовремя ушел, никому стало неинтересно Вот здесь как бы история такая, что Я так понимаю, такие дела ведутся не за один день Поэтому он еще был действующим главой департамента И на действующего главу департамента, видимо, уже возбудили дело Но он вовремя ушел в отставку и уехал в отпуск Складывается обычная ситуация Ну что ж, я тоже Павла Николаевича знаю лично И знаю достаточно хорошего человека И действительно хорошего бизнесмена Ну будем следить за развитием этих событий И не знаю даже что Павла Николаевичу сейчас хорошего отдыха можно пожелать Давай тогда перейдем дальше к следующим темам Есть опять же информация с сайта наблюдатель.ру В Кирове появились активисты, заходящие во дворы И снимающие пьющих и украющих людей на видеокамерах Материал появился на наблюдатель.ру И кратко для радиослушателей Также озвучу информацию Движение именует себя трезвые дворы Мой Киров Молодые люди объединяются в группе ВКонтакте И главная цель выявить людей Которые курят в неположенном месте Или употребляют спиртное прямо на улице Их лозунг Очистим дворы в Кирове От людей, распивающих спиртные напитки на детских площадках Чтобы дети могли безопасно гулять во дворах Ну, как вообще вы отнеслись в редакции И ты лично к такому новому активному движению Их в последнее время появляется очень-очень много Ну, и вообще, видишь ли ты перспективу этого движения? Что можно ожидать? Ну, это такое движение, которое зародилось не в Кирове То есть есть наше уникальное движение Как «Нашний патруль» И это движение может... Ну, шагают по стране такие активные группы социальные Которые начинают себя как-то называть И проявляют активно себя в какой-то деятельности Мы знаем такую группу, как «Окупай педофили» Когда-то она тоже у нас была активна Но потом заглохла Да, там есть определенная история тоже в этой группе Вот, ну, насколько я знаю Из конфиденциальных источников Ребята просто начали заниматься вымогательством Вместо того, чтобы реальных педофилов ловить Как у них было, да? То есть, смотря куда заведет этих ребят Их нелегкая судьба Тут, видишь, не такая большая, как сказать, ответственность Да? Если сравнивать, там, распитие спиртонапетров и курение во двора Да, и это То, возможно, и не доведет, конечно, до таких не очень приятных последствий У нас в стране был введен запрет на курение в общественных местах Но этот закон как-то не начинал свою работу То есть действий мы его так и не наблюдали Там, за исключением того, что там в аэропорту Или в поездах стало запрещено курить А в принципе в общественных местах, в лифтах Мы по-прежнему наблюдаем, как люди продолжают курить Я человек не курящий, поэтому не заплевывайте меня те, кто курит Я понимаю, что ваши права и свободы нарушаются Но вот как человек, который никогда не курил Я, конечно, не очень приятно, мне дышать сигаретным дымом Заходя в лифт и проезжая несколько этажей Поэтому, с одной стороны, я этот запрет одобряю С другой стороны, конечно, когда вводится такой запрет Надо сделать некую подоплеку для такого закона Ввести места Вот я была в Америке, там введены специальные будки Есть места, где люди могут зайти и покурить в этих будках У нас же такого нет То есть человеку фактически негде выйти и покурить Ну, кроме своей собственной квартиры Да, изолировано То есть когда ты находишься на работе Когда ты отдыхаешь в каком-то общественном месте Кстати, фактически, да, я понимаю, что вот для курящих этот запрет Он мне дал какие-то места То есть где курить, как, чего Это большая проблема Поэтому, с одной стороны, я поддерживаю активистов Да, они молодцы Но, как бы, в плане курения я бы, наверное, не стала настолько там вопиющие эти случаи показывать Но то, что люди есть, которые пьют на детских площадках, раскидывают бутылки Бывают и мамаши такие неродивые, которые у них может и ребёнок рядом гулять Они тут же и пивко попивают Это, конечно, да, это они молодцы Я думаю, что надо такие случаи снимать на камеру, показывать Потому что на примере ночного патруля показано, что публичность, она даёт свой результат Но, опять-таки, здесь нет какой-то ответственности То есть у нас вот на сайте уже начали люди спорить Хорошее дело, вот цитирую комментарий Только интересует вот, что кроме съёмки на видео, выкладывания в интернете Какие-то ещё шаги предпринимаются Если нет, то в чём смысл? Ну, кто-то рекомендует ребятам уже вступать в ряды ДНД, которые у нас вёл солодовников Что вроде в этих рядах вы хотя бы как народные дружинники будете как-то привлекать к ответственности этих людей Потому что с вами идёт полицейский, он хотя бы может выписать административный штраф То есть здесь пока такая очень нераскрученная группа То есть где-то в очень малочисленных СМИ Ну вот, мало я видела публикаций об этих активистах То есть, ну, пока такая теневая деятельность Не особо такая афишируемая Мы, кстати, попробовали вызвать этих активистов в наш двор Потому что двор, где у нас находится редакция Постоянно обитают пьяные мужики А в детской площадке у вас, кстати, там ещё достаточно много Да, у нас дом находится в центре нескольких дворов Ну и, собственно, мы как-то, ребята, не наблюдали Хотя мы оставили свой домик, попросили приехать В любом случае я желаю им, чтобы это не потухло, чтобы это развивалось Потому что любая активная деятельность, она должна быть У нас активисты в последнее время там сосны высаживают Или там, не помню, какие деревья там, где хотят строить площадки Там футбольные поля восстанавливают Это здорово, это хорошо, когда молодёжь знает, куда себя деть И работает на благо общества Поэтому ничего плохого не скажу об этих ребятах Да, это всё очень здорово Меня лично порадовало очень, что ребята не наберутся за детской площадкой Я вообще сначала прочитала заголовок Я подумала о том, что, а кто это может быть? Может быть, это молодая мама и так далее Потому что я, например, каждый день обитаю там сразу на нескольких детских площадках Это, конечно, очень неприятная ситуация И многих абсолютно взрослых людей даже не смущает, что они курят Либо на детской площадке, либо рядом Ну, здесь понятно, что и закон не определяет, да, что детство Точнее, он определяет, что это в некоторой степени общественное место Но не так чётко, как это определяет, например, близлежащие территории С учебными заведениями или где-то ещё Поэтому, да, проблема действительно актуальна Ну, что ж, очень бы хотелось действительно видеть какой-то прогресс, наверное, да, у этого движения И чтобы обращали внимание, наверное, ещё и органы Да, правоохранительные Да, правоохранительные органы Конечно, какой-то помощи там и совместных рейдов Но, кстати, идея с дружинниками даже не пришла в голову Было бы очень неплохо, если бы именно Если всё-таки есть желание, да, такое идейное желание делать что-то лучше Всё-таки, чтобы эти люди пополняли 3D, ДНД Чтобы уже более, так скажем, действенными были их все мероприятия Оксана, кстати, мы с тобой, говоря о Павле и Сывцеве, не поговорили О ещё двух резонансных делах тоже на этой неделе Ну, как резонансные они такие Да, наверное, если ты как журналист можешь частично вести эфиры, я только зада Чуть-чуть модерироваться, да? Всплыли ещё две фамилии за прошедшую неделю Конец прошедшей недели Это Олег Зунов, которого считают неким смотрящим по Кирову Который занимался вымогательством денег у предпринимателей Очень такое красивое задержание было То есть понятно, что его спланировали И что меня, как журналиста, немножко поразило, порезало глаз Его взяли на трассе Он ехал на своей машине BMW X5 Номера машины MMM-228 Отличный номер Во времена, когда была милиция, ещё не полиция Пока не было переаттестации Эти номера считались, ну, как назвали, ментовские номера И, ну, я так понимаю, что когда-то этот человек, видимо, имел некую крышу Но сейчас идёт такая коррупционная борьба, идёт зачистка И знают, кого взять Мне, знаешь, мне всегда нравятся комментарии Извиняю, перебил у вас на ветском наблюдателе Просто сразу делаешь вывод Точнее, не делаешь вывод, а подтверждается пословие Пословица полстраны сидит Откуда эта фраза полстраны стережёт Сразу, подождите, подождите, а как же Прокоп? Писали, вроде он главный Люди знают просто, кто, как, чего, где Понятно, вот, что ещё там по этому задержанию? Будете следить за расследованием? Ну, конечно, будем Но я думаю, конечно, это не такое громкое дело, как Прокопа Правильно написали в комментариях Кстати, если хотите последней информации по делу Прокопа Там на сегодня очень активно работает Следственный комитет И дело Прокопа будет рассматриваться в суде Мы, конечно, ждём уже с нетерпением Потому что я думаю, что это будет для Кировской области такое дело века И это будет впервые наказание, как я предполагаю Потому что, ну, там убийства будут доказаны, я думаю, в суде Это будет впервые наказание по статье Организованная преступность, да, о создании ОПГ Вот, я так понимаю, ну, как из моих источников Что сначала в суде окажутся киллеры Прокопа Люди, которые там обеспечивали экономический блок Затем уже пойдёт сам Прокоп И вот следствие на сегодня держит такую позицию Что не заключает с Прокопом досудебное соглашение Которое позволило бы снизить для него срок А следствие заключает досудебное соглашение Именно с этими людьми, которые уже обеспечивали какую-то деятельность Совершали там какие-то указания Прокопа, да Но сам Прокоп, я так думаю, потянет на пожизненное Поэтому, да, это будет такое дело века, да Да, это, наверное, будет прецедент А скажи ещё, вот у меня к тебе вопрос Всё-таки по моему личному мнению Я хочу это подчеркнуть Вот именно вятский наблюдатель Больше всех, глубже всех освещает Именно такие, ну, так скажем Не то чтобы спорные, не то чтобы спорские Достаточно-таки очень острые дела И вот в том числе вот это задержание Олега Зонова Как ты считаешь, связано ли это с тем, что после там некого изменения, да В, как это называть, в преступной расстановке Ну или вообще вот в расстановке сил, да Там криминальной по городу после задержания там нескольких членов И в том числе Прокопьева Может ли вот дальше последовать какие-то такие же задержания Ну то есть как-то вот изменилась обстановка Следовательно, органы уже будут давать ход многим делам Я думаю, что здесь всё зависит от головы Потому что у нас остался сильный начальник Следственного комитета Генерал Житинёв Сменился начальнику МВД Не знаю, насколько ему Кстати, он скоро соберёт прессу И мы сможем задать ему вопросы Насколько он будет работать по каким-то громким фамилиям И резонансным делам Но насколько я пока понимаю Он не особо к этому склонен И вообще не особо желал ехать в Кировскую область То есть назначили, назначили Вот Солодовников, Житинёв и бывший генерал ФСБ Точнее, он действующий генерал Но бывший генерал ФСБ Кировской области Трушкин Это был очень сильный анрианс правоохранительных органов Который Их масштаб личности Мог брать таких, как Прокоп Не могли брать таких, как Прокоп Заводить резонансные уголовные дела Сейчас, конечно Посмотрим, у нас назначен новый прокурор Остается на 5 лет у нас генерал Житинёв Поэтому я думаю, что вот с такими руководителями Сек-призы ещё будут Давай тогда ещё об одном деле Резонансным руководителем Управляющей компанией ООС То есть Сергей Солодянкин Следствие установило, что в период он доставлял инвестору строительства зданий За строительство зданий считаться На которых были превышены фактические затраты на работу То есть здесь ещё одно, можно сказать, достаточно такое громкое дело Насколько Есть другой абсолютно сферы Насколько говорят Есть такие языки, которые говорят, что Солодянкин Много лет, и в наших комментариях это пишут Много лет проводил достаточно скользкие схемы Но никогда за это не был наказан И вот сейчас ему бумеранга наконец-то вернулась Насколько я знаю, опять из своих источников Дело по Солодянкину завели из-за того, что Ну там как бы гражданское правовое дело Он строил здание, торговый центр, торговый офисный центр Где-то под самым носом у ОМВД Там совсем недалеко И постоянно завышал стоимость То есть это завышение восприняли как необоснованное И вот странно, что очень тихо пошло дело Потому что уже по факту мы узнали, когда уже есть решение суда Потому что, ну конечно, мы бы его освещали Но может быть такие дела не дают, не сливают в прессу Для того, чтобы не устроить какой-то суть линча Потому что, я так понимаю, есть и обманутые дольщики Конечно, название этой компании очень многим известно Да, 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 да То есть, видимо, уже когда человек сел за решетку Уже тогда как-то эта тема просощилась в прессу А для того, чтобы на него просто не набросились И как-то, я думаю, не расчленили бедного Солодянкина за всю ту деятельность Которую он вел за это Далеко не бедный, извиняюсь Ну что, с резонансовыми делами тогда тоже закончим Как-то я даже не знаю, сейчас переходить к капитальному ремонту А, кстати, тема тоже очень близкая к чеку Да, тема близкая И вот материал, да, это сразу расскажу нашим радиослушателям И в свежем выпуске газеты «Бизнес новости» Уже на портале банкеров.ру есть Ремонт пошел, в Кировской области дан официальный старт К капитальному ремонту многоквартирных домов Вообще, мне кажется, фраза капитальный ремонт домов Уже у всех просто жителей вызывает Не то, чтобы какое-то негодование Уже просто есть определенные эмоции Кратко, Юля, как ты считаешь? Скажу, почему я называю эту тему близкой криминальной Просто начну с этого Давай Ну, понятно, что закон федеральный Понятно, что надо собрать денег Понятно, что большая часть фонда изношена И надо ремонтировать дома Но Когда-то, когда работал закон о капремонте По-моему, 145 ФЗ, я уже точно не помню Да К нам очень много обращалось наблюдателей Это был, по-моему, 2011 год К нам очень много обращалось жителей города Кирова и области Которые следили за тем, как подрядчики ремонтируют их дома То есть там выделялось где-то примерно миллион, допустим, на то, чтобы залатать Точнее не залатать Точнее, там какие-то куски старого покрытия набросали где-то у подъездов Не убрав даже с собой Во-вторых, они сделали просто заплатки Понятно, что деньги опять попилили И вот из-за того, что у нас очень плохо работают подрядчики из рук вон Из-за того, что они, как правило, осваивают деньги, но не делают должным образом работы У людей сложилось И в том числе, наверное, из-за того, из-за не перебиваю Что все-таки вот эта пресловутая формулировка всех наших конкурсных Когда проводится там так или что-то Все-таки так или иначе отдается приоритет Заточено Заточено Либо под кого-то, либо все-таки в пользу самой там заниженной цены То есть, условно говоря, те предприятия, которые может быть подрядчики Может быть, и могли бы сделать более качественно, более четкий ремонт У них есть и опыт, есть и отзывы хорошие Все-таки они не участвуют в таких конкурсах А из-за удешевления всех услуг проходят именно те фирмы, которые некачественно выполняют Да И поэтому у людей, конечно, рождается недоверие И к нам сразу посыпывались письма Люди задают вопрос, так собирать или не собирать У нас сразу придумали штрафы С июля уже вводится штрафная система Я думаю, это действенная мера Люди будут собирать деньги Но хотелось бы, чтобы больше, конечно, контролировали работу подрядчиков Если мы покажем людям, что работа подрядчиков контролируется С момента получения денег, начала работ и окончания их Тогда у людей возрастет доверие И люди будут складываться в этот фонд капремонт Юль, спасибо Давайте перерываемся на небольшую рекламу После мы продолжим особое мнение Продолжаем особое мнение В студии сегодня главный дектор, в райском обладателье Юлия Шевцова Не закончили мы тему с капремонтом, который все-таки здесь случился Обсуждаем мы в том числе материалы на бизнес-новостях И есть, помимо того, что некачественно выполняется ремонт Как Юля уже выразила свое мнение Есть еще одна проблема Давай ее озвучим Какую ты видишь Мы уже так в рекламе немножко обсудили Ну, собираемость взносов с жильцов новых домов и с жильцов старых домов Тут, видите, еще какая проблема управляющей компании Просто я тему ЖКХ раньше вела очень активно И мы с некоторыми жильцами делали такие публикации Они выходили с инициативой уменьшать вот этот основной взнос Когда людей собирают там в том числе на капремонт, на обслуживание жилья Люди просили управляющую компанию распечатку На что там берутся деньги И, как правило, там вносились в том числе и капитальные ремонты То есть тут получается, что если мы платим в фонд капремонта То тогда давайте убирать из счета, где мы платим управляющей компании Взносы на в том числе вот эти капитальные ремонты Да, там есть, где они там красят подъезды, меняют лампочки Да, но где они закладывают деньги на ремонт там кровли Или там на замену там лестницы или еще что-нибудь Да, там штукатурка стен Давайте разграничивать, что мы взносим как только в обслуживании То есть здесь тогда статья расходов должна уменьшаться Это было бы ему как-то более адекватно, более понятно для людей То есть, ну, это опять вопрос, что собственники сами должны инициировать Вот у меня есть там в моей журналистской деятельности несколько примеров Когда люди брали эту распечатку на год Скажите, пожалуйста, какие работы вы нам включаете Вот в эту, там, тысяча, там, с чем-то мы платим каждый месяц за обслуживание жилья И там начинает галочка отмечать Это не делается, это не делается, это не делается И сумма фактически там в два раза уменьшилась Вот есть такие примеры, когда люди отстояли эту статью расходов Вы снизили ее в два раза Хорошо, тогда здесь мы исключаем все капремонты, а здесь мы вносим в этот фонд Конкретно в этот фонд Да, и еще вот одна проблема, которая так или иначе становится видимой Ремонтируются дома старого года постройки Там определен, в принципе, год постройки В соответствии с этим определяется очередность, когда какой дом будет ремонтироваться А вот новые дома, которые, в принципе, новые, там, современные постройки Они еще не требуют такого сильного капитального ремонта Как, там, ремонт кровли, ремонт фасадов и так далее Они тоже дают в этот фонд капитальный ремонт То есть, получается, не для себя пока, да? Как ты считаешь, вообще, вот это вот обосновано ли? Я сама живу в новом доме У нас очень много молодых жильцов, молодых семей И в основном люди покупают квартиру в ипотеку Ипотека составляет от 15 до 25 тысяч в месяц И люди должны доплатить еще коммунальному счету, там, в 4-5 тысяч доплатить еще вот этот фонд капремонт Ну, давайте как-то будем, как-то не такой капитальный грабежество Давайте как-то будем считать, ну, молодежь, которая живет в новых домах Ну, я думаю, что, ну, Путин же уже инициировал рассмотрение поправок Чтобы для домов определенной постройки отменили взносы в этот капремонт Ну, у нас опять, как всегда, сначала принимается закон, а потом мы начинаем думать А что здесь поправить? А те, кто уже заплатили новые дома, они уже вряд ли там будут возвращать Ну, это тоже была бы достаточно рациональная поправка Если она будет, то, я думаю, что стоит надеяться И у нас еще есть с тобой две темы Закон о митингах приняли в первом чтении на последнем заседании законодательного собрания Документ расширил перечень мест, где нельзя проводить митинги и собрания У этого закона очень много споров, мы можем оставить его без внимания Вот однозначен и прозрачен ли он для тебя? Вообще, насколько ты оцениваешь демократическую активность кировчан? Почему задаю именно такой вопрос? Он такой немного, так сказать, расплывчатый, но тем не менее Очень много спорят именно представители каких-то конкретных общественных организаций По поводу вот этого списка мест А вот обычных жителей я еще ни разу на день увидела ни мнения, ни комментария Под различными публикациями, ни материала Да вообще просто эта тема, она освещается достаточно в узких кругах В этих узких кругах она имеет реально вокруг себя очень много споров Как ты считаешь? Ну, во-первых, я думаю, что митинги – это тоже тема федеральная в первую очередь И после того, как страна прошла болотную и вот эти все крупные масштабные мероприятия Как-то решили активистам, видимо, определить какое-то место У нас, конечно, слава богу, то болотное далеко и у нас не выходит У нас все по-другому У нас начинается активность, как правило, перед выборами Поэтому есть некое понимание, почему это ограничение вводится Потому что некоторые депутаты, некоторые личности, которые хотят войти в политику Зарабатывают себе очки тем, чтобы на какой-то теме сыграть И привлечь общественность И таким образом как-то заработать народный какой-то авторитет Народную лояльность, поддержку То есть, если просто не касаться нейтрального действия То тем это понятно, почему наши законодатели ограничивают эти места Потому что хотят, видимо... Не хотят под свои окна Да, не под свои окна Ни людей, ни общественников, ни никого Но мы разводим сейчас руками Но для тебя не прозрачен фигиоспитожный закон Ну, как написал однажды Курашин Закон о митингах, запрещающий митинги Ну, здесь есть какое дело То есть, те, кто проводит эти митинги Они же, как правило, власть, она, если хочет, она все равно заметит Где бы вы ни были, что бы вы ни проводили, вас все равно будет видно И я сама как-то инициировала митинг в защиту там на Генуи, в защиту Ведерникова Нам разрешили проводить митинг вот здесь, в администрации Точнее, у правительства Мы как-то выбрали это место между судом и правительством Но, скажу вам честно, как человек, который организовывал это мероприятие Никакого внимания со стороны ни правительства, ни суда мы не снискали И, ну, если бы нас даже выгнали в какой-нибудь там к реке куда-то В какой-нибудь лес Видимо, результат был бы тот же Поэтому, такой спорный вопрос Я думаю, что в данном случае самое главное для митингующих Это привлекать внимание СМИ Может быть, в том числе и федеральных, если тема заслуживает того внимания То есть не столько действенен иногда митинг, сколько сам повод мероприятия и его раскрутка Давай обсудим еще одну тему, здесь все понятно Тема, собственно, наша журналистка Почему именно с тобой? На большей неделе пришла встреча президента Владимира Путина с общественниками И первым свой вопрос на этой встрече удалось задать Представитель нашей Кировской палаты Андрея Усенко Вопрос о независимости средств массовой информации Но не в целом он был задан, а конкретно Об использовании процедуры госзаказа органов власти На информационное освещение И ты знаешь, очень часто ситуации, когда органы власти через конкурс И тратят бюджетные средства, выкупают эфирное время Какие-то полосы под печатные материалы для освещения своей деятельности Так вот, по словам Андрея Усенко Об объективности такого освещения речи выйдет не может Это используется в качестве биара Но средств массовой информации приходится быть участником такой процедуры Попросту для того, чтобы выживать Потому что это еще один доход финансирования, как вне рекламы Процитирует сейчас выступление Андрея Усенко Мы в Кировской области могли бы построить несколько детских садов или школ Не кажется ли вам, спрашивает он Владимира Путина Что подобная практика в долгосрочной перспективе крайне вредна не только обществу Но и органам власти в целом Цитата закончена Вот согласна ли ты с представителем нашей общественной палаты Часто ли вы участвуете в каких-то конкурсных Таких вот процедурах с госорганами власти Освещая там деятельность И вообще вот вопрос о долгосрочной среде перспективы Нам никогда не удавалось выигрывать никакие конкурсы Потому что адекватная цена в газете Которая соответствует сумме потраченной на печать издания Она у нас получается где-то в 2-3 раза выше Чем выигрывают те, кто выигрывают Я считаю, что органы государственной власти Должны тратить деньги только на то, чтобы Печатать некие законодательные акты Какие-то там конкурсные процедуры То есть все, что они должны печатать по закону Ну, конечно, не пиар губернатора Я понимаю, почему Усенко задала этот вопрос Потому что я сама недавно была на одной из конференций ОНФ Где я тоже задала вопрос Путину И знаю, что в ОНФ То есть тема нашей встречи была Это как можно больше создать условий Для развития печатных СМИ Потому что нам сейчас очень сложно выживать В условиях тех цен, которые сегодня на бумагу, на печать И я понимаю, что там тема встречи была Это трата денег, насколько она адекватная Насколько она обоснованная И я так как бы куларно знаю, что обычно о таких вопросах договариваются Конечно, повестка так иначе утверждена Первый вопрос, ну, никак не может пройти без согласования Я так думаю Поэтому здесь неважно было, от какого региона выступил человек Он просто озвучил вопрос, который надо было озвучить ОНФ перед президентом То есть я бы не стала засыпать ко мне Аксенко и... Не, я просто не засыпаю Ну, там в Фейсбуке уже началось Ну, актуальный вопрос Ну, типа, что ты имела в виду? Что ты накат на губернатора? Что у нас тут? Когда я была на НФ, там выступал один молодой человек Который рассказал о... Вот, не буду сейчас врать, из какого региона Он рассказал, что там огромные деньги тратятся На освещение деятельности губернатора в прессе Это не скрывается Нижегородская область, нет ли? Нет, не помню, нет Это я так известно, насколько я знаю, это Нижегородская область Ну, есть такие регионы, где, да, миллиарды просто вливаются в это Вот, и, как бы, это совершенно бесстыдно, бессовестно И вот человек, когда приехал этот журналист обратно к себе в регион Там начались преследования, и ОНФ пришлось его защищать Поэтому, ну, важно было вот этот вопрос созвучить перед президентом И поднять еще раз Ну, все-таки я это формулировала немного не относительно Андрея Усенко Относительно вообще вот этого госзаказа с разной массовой информацией И, собственно, прямая связь с зависимостью или нет Я вот лично считаю, что действительно речи об объективности никакой нет И, скорее всего, возможно, там этот вопрос, утвержденная повестка Как один из маячков, что скоро вот это прикроет финансирование Именно на информационное освещение Я не получаю оттуда денег, и наши газеты не пользуются таким способом финансирования Поэтому мне сложно судить, но, как вы знаете, у нас, например, газеты «Вятский край» Они раньше сидели на обеспечении ЗАГС-обрания И очень большие деньги вливались в эту газету Потом она именно из-за этого была перекуплена и отдана в руки другим собственным То есть газеты, которые перестают получать вот эту денежную реку в Ливане Они, конечно, вынуждены как-то уже выживать по-другому Не хорошо никому получилось Юля, спасибо за твое особое мнение И заканчиваем эфир, и закончили мы с темы Программу можно будет послушать повторно на сайте хакеров.ру Всем спасибо До свидания